МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все главные новости Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Операция спецавиация. По стране прокатилась волна задержаний. Кого и за что? Генеральные откровения. Луценко назвал китов коррупцией и намекнул на новые дела. Руками заключенных, под какой крышей в запорожской колонии умудрялись печатать фальшивые деньги? Полтысячи обысков в 15 областях одновременно. Военная прокуратура сегодня разошлась не на шутку. Во всей стране задерживали верхушку времен Януковича 23 экс-чиновника. Чтобы организовать такую масштабную операцию, задействовали порядка 2000 силовиков. Под раздачу попали бывшие руководители налоговых структур. Задержанных вертолетами доставляли в Киев. Как все было, расскажет Александр Васильченко. 11 задержанных вертолетами из Одесска, Днепропетровской и Харьковской областей доставили на взлетную площадку нацгвардии в аэропорту Жуляны. Подозреваемых встречает с усиленной охраной. По периметру автоматчики. С вертолетов задержанных пересаживают в бронированные автозаки. Это первые результаты самой масштабной антикоррупционной операции, сообщили в ГПУ. В 15 областях одновременно сегодня провели около 500 обысков. Задействовали более 2000 силовиков. Задержали 23 топ-чиновника, как времен Януковича, так и ныне действующих руководителей фискальных служб. Ими инкриминируют участие в организованной преступной группировке, превышение служебных полномочий и нанесение убытка государству в размере почти 100 миллиардов гривен. Это те деньги, которые нам удалось доказать доказаниями. Это не все служебные. Это люди, действия которых привели к войне. По данным Генпрокуратуры, финансовые преступления организовывали и курировали беглый экс-президент Виктор Янукович и бывший глава Министерства доходов и сборов Украины Александр Клименко. Под их руководством была сформирована схема, по которой деньги налогоплательщиков попадали не в бюджет страны, а в карманы чиновников. По словам Анатолия Матиоса, показания, которые способствовали расследованию коррупционных схем, дал ныне отстраненный глава фискальной службы Роман Насиров. Тем не менее, нескольким подозреваемым удалось скрыться. Одного из них задержали в международном аэропорту Борисполь. Он хотел покинуть страну. Попытался сбежать и экс-председатель налоговой администрации Луганск Александр Антипов. Во время его задержания изъяли целый саквояж валюты. Позже экс-чиновников конвоировали в ГПУ, где им предъявили подозрения. Некоторые задержанные признаются, что не знают, в чем их обвиняют. Я за собой вины, животные навичивают. Бывших чиновников сегодня доставили в Печерский райсуд столицы, где им изберут меру пресечения. Александр Васильченко, Диана Клочко, Юлия Ажешко, Богдан Савруцкий, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Мы попытались связаться с бывшим главным фискалом Романом Насеровым, чтобы узнать, как именно он помог следствию и какую информацию выдал следователям. Но ответа пока не получили. Мы продолжаем следить за этой темой и будем информировать вас по мере получения информации. Тем временем, нескольких налоговиков уже доставили в Киев в суд для избрания меры пресечения. Александр Васильченко весь день следит за ходом масштабной спецоперации. Сейчас он находится возле здания Печерского суда и с нами на прямой связи. У него знаем последние новости. Саш, здравствуй. Расскажи, какие решения суда уже есть к этому часу и что грозит задержанным? Екатерина, добрый вечер. В Печерский рассуд столицы конвоировали девятерых задержанных. Нескольким уже начали избирать меру пресечения. Среди них бывший руководитель Луганской налоговой администрации Александр Антипов. Напомню, его задержали сумкой, в которой были почти 4 миллиона долларов. Прокуроры просят взять их с чиновника под стражу с альтернативой внесения залога в 200 миллионов гривен. Обвиняют же его в нанесении ущерба государству в размере около 7 миллиардов гривен. Антипов подозрюется в совершении преступлений в составе организации, в состав которой входили высшие посадовые особи государства. Всего государству задано сбитки от ненадходжения податков в сумме 6 миллиардов 746 миллионов гривен, что есть тяжкими последствиями. Сам Антипов и его адвокаты все обвинения отрицают. Якобы экс-чиновник с 2010 года не находился на службе и ничего общего с преступной деятельностью не имеет. Также отрицают связь с экс-президентом Виктором Януковичем и бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко. Никаких злочиней я не использовал ни персонально, ни тем паче в леченном группировании. Никаких злочиней о призначении Антипова Александра Николаевича, наказанных посадов, не подписанных ни Клименко, ни Януковичем. Не будь кинь. Я напомню, экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко обвиняют в создании преступной группировки. Превышение служебных полномочий и нанесение государству убытка практически в 100 миллиардов гривен. По сведениям Генпрокуратуры в схеме по отмыванию денег были задействованы высокопоставленные чиновники фискальной службы разных уровней. И только что стало известно, что суд избрал меру пресечения Антипову. Экс-фискал останется под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога 15 миллионов гривен. Тем временем прокуроры сообщили, что суда для задержанных будут требовать суммы от 100 до 500 миллионов гривен. Мы продолжаем следить за развитием событий и будем сообщать о новых подробностях Катя. Саш, спасибо тебе за информацию. Это был Александр Васильченко. Он, напомню, у здания Печерского суда. Тем временем Генеральная прокуратура проводит обыски по месту жительства у бывших сотрудников Приватбанка, а также в компаниях, которым выделялись многомиллиардные кредиты. Как выяснилось, в большинстве случаев по официальным адресам никто не проживает или не ведет хозяйственной деятельности. Генпрокурор сразу же отчитался перед нардепами о громких задержаниях. Юрий Лоценко пришел сегодня в Раду похвастать успехами ГПУ за последний год. Говорил о делах Януковича и его окружении, о количестве начатых уголовных производств против уже нынешних коррупционеров и о многом другом. Все подробности в сюжете Ирины Романовой. Генпрокурора ждут в Раде в полдень, а пока суд до дела, нардепы говорят о насущном земельной медицинской реформах, упоминают о запрете интернет-ресурсов. Вважаем, что это черговый наступ на свободу людей. Поэтому наша фракция обратилась к Конституционному суду, чтобы это решение, этот указ был отменен. Наконец в зале появляется Юрий Лоценко. Самым большим достижением ведомства под его руководством генпрокурор считает начало судебного процесса над Януковичем и отвечает на обвинение в том, что ГПУ не открыло против беглого президента ни одного коррупционного дела. Мы уже закончили досудовое следствие против Януковича, Азарова, Арбузова, Колобова, Клеменка, Ставицкого, Курченка, и других действий. И теперь вопрос за Печерским судом. Сегодня в Украине происходит финальная операция в рамках второй дела Клеменка, которая относится податковых площадок. Как вы, наверное, уже знаете, сегодня с ранку было одночасно проведено близко 500 обшуков. Уже затримано и доставлено в Генеральную прокуратуру в Кайданках 22 колишних руководителя податковой системы, которые нанесли сбытки Украины близко 10 миллиардов долларов. Остановился Луценко на майдановских делах. Суды, говорит, направили 147 обвинительных актов на 220 человек. Материалы набеглого президента и Захарченко за организацию разгона активистов Майдана передадут сразу же после рассмотрения дела о госизмене Януковича. Нардепа уже интересовала, расследовала ли ГПУ причину сбоя в системе эдекларирования, отвечает за которую ставленница Народного фронта Наталья Корчак. Луценко сообщил, по итогам следствия оказалось, деньги, выделенные правительством Дании для ПРООН, перекочевали в фирму «Миранда», которой без тендера поручили разработать программное обеспечение. «Керевник Тов Миранда, некий пан Новиков, подписал угоду, доручив выполнение этих работ викладачу Киевского политеху, а также его студентам, что они сделали. Кошты, которые были даны Тов Миранда, были выведены через фиктивную фирму на рахунки в Эстонию. Я буквально этой неделе вылетаю в Эстонию для того, чтобы поставить крапку в этом расследовании». Интересовал депутатов и ход расследования дела об убийстве Павла Шеремета. Оно, заметил Луценко, застопорилось за ошибки допущенной следствием. «Найважливая камера не была вылечена, что весь этот час не давала очень важной информации следствию. Благодаря журналистам эти видеоразъемки стали известными. Керевництво МВС также вызвало помилку и сейчас пытаются надоложить заинный час». Раскритиковал генпрокурор и коллеги из МВД, связав сплеск преступности в стране с результатами их работы. Интересно, что как раз накануне глава МВД уверял, криминогенная ситуация в стране улучшается. А проверк генпрокурор еще одно громкое утверждение Авакова о полном контроле над незаконной добычей интаря. «Когда я пришел за данными оперативными того, что поклали меня на стил, оплата бандитам от бурштиновых копачей в день сягала 100 тысяч долларов США. Если это помножить на год, то это оборонный бюджет страны. Я просил бы принять закон, по которому легализовать это старательство». Не обошлось в Раде и бессловесных баталий. «Что мы должны сделать, чтобы помочь вам, чтобы люди верили вам и верили в нашей прокуратуре?» «Чем помочь? Очень просто. Заплатить все податки. И это будет лучший внесок в борьбу злочинства». Слова генпрокурора, похоже, больно ранили впечатлительные сердца радикалов. И все, хлопнув дверью, покинули зал. А после ухода Луценко нардепы продолжили обсуждать его выступления уже в кулуарах. «Фракция Блоку Петра Порошенко не сорвано. Щорік тому мы делеговали на эту посаду, на посаду генерального прокурора Юрия Луценко. Мы побачили реальные достижения, мы побачили конкретные факты». «Я не слышал, что до сих пор криминальных новой коррупционеров, от вкладанных нафтопродуктов Курченко, майже на миллиард, до 2000 криминальных справ, которые были порушены ГПУ за заявами Гордієнка, подтвержденных фактов, я майже на миллиард. Где эти деньги, кто за это отвечал, это было урядование Шеи Цинюка». «Впрочем, оценивали деятельность Луценко на должности генпрокурора только на словах. Голосование в этом случае по регламенту не предусмотрено». Ирина Романова, Анна Каменева, подробности, Телеканал Интер. «Закон для расправы с неугодными». В интернете сегодня появились фотографии с любопытной перепиской. После принятия закона о языковых квотах в телеэфире, нардеп Игорь Артюшенко, лидер партии ППП «Солидарность» в Запорожской области, член антикоррупционного комитета Верховной Рады, обсуждает открывшиеся возможности с начальником Департамента культуры Запорожской облгосадминистрации. Судя по заснятому журналистому диалогу, нардеп и чиновник предвкушают, как закроют телеканалы под предлогом несоблюдения квот. Мол, нарушения стопроцентно найдутся, ведь контроль за соблюдением закона тоже в их руках. 12 кандидатов, 5 из них иностранцы. Сегодня Кабинет министров начал заслушивать кандидатов на пост аудитора для Национального антикоррупционного бюро. По словам премьера Владимира Гройсмана, уже через несколько дней в правительстве определяться с представителем Кабмина в НАБУ. Именно этот аудитор будет осуществлять внешний контроль ведомства. О конкурсе и о том, что еще обсуждали министры, далее в сюжете. Троих аудиторов, согласно договоренности с Международным валютным фондом, должны избрать украинские власти. По одному от президента, парламента и правительства. Премьер заверил, что собеседования с кандидатами будут транслировать в интернете. Наше завдание с вами, как уряду, поддерживать самого достойного кандидата, который обеспечит неупереженный аудит Национального антикоррупционного бюро. Более двух часов Кабмин принимал различные документы, в частности, одобрили концепцию реформ в угольной промышленности. Только в прошлом году угольщиков датировали на сумму почти в полтора миллиарда гривен. Однако уже в следующем году профильный министр пообещал сделать отрасль безубыточной. Некоторые шахты придется ликвидировать. Цель – перевод украинских теплоэлектростанций на уголь газовой группы. Большинство залежей антрацита остались на оккупированной территории. Мета нашей концепции – это увеличение выработки уголя с одночасным полностью переводом шахт на бездотационный самоокупный период. Премьер вспомнил и о грядущей пенсионной реформе. Ее проект сейчас на обсуждении. Гройсман отметил, пенсию пересчитают 9 миллионам человек. Критику, которая звучит в адрес документа, считает несправедливой. Мы начинаем изменения в этой системе. И это означает только единственное. Мы будем восстановить справедливость. И мы должны вырвать украинских пенсионеров. И этот шаг мы начинаем после восхваления реформы. Как ожидается после утверждения парламентом, реформа вступит в силу с 1 октября нынешнего года. Как заявляют в правительстве, пенсионный возраст для граждан при этом не повысится. Геннадий Вивданга, Сергей Ведмить. Подробности. Телеканал Интер. Пенсионеры и ветераны Министерства внутренних дел в Киеве перекрыли улицу Грушевского и провели митинг с требованием пересчитать пенсии. Возле Кабмина собрались около тысячи человек из разных областей. Люди требовали повышения пенсии, возвращения льгот и создания единого госоргана, который бы занимался их социальной защитой. У меня за плечами 21,5 лет. Вислуги в Министерстве внутренних дел, у меня пенсия 1147 гривен. Вона на жодну копейку з 6 травня 2010 року не подвечтилася. У меня дети, у меня семья на такие гроши вижить неможливо. Про этих людей, которых сотни тысяч, про них забули. И дали им подачку, кистку у вигляді минимальной пенсии, не перерахувавши, як це вимагає закон, пенсию після пенсійної реформы. Ці люди заслужили свою пенсію. Вони відклали свої зарплати. І вона фізично повинна бути їм повертатися протягом їхнього пенсійного віку. Условний срок за незаконну продажу піска на мільйонный гривень. Бориспольский городской райсуд Київської області в унес приговор експомощнику Авакова, директору госпредприятия спецсервис МВД Василию Петровскому. Четыре года лишения свободы условно. Штраф 17 тысяч гривень определили за то, что в 2014-м Петровский вывез і продал 162 тонны піска, который передала спецсервису на хранение налоговая інспекція в рамках расследования. Стоимость піска оценили в более чем 18 млн гривень. Аваков был в курсе. Ранее СБУ опубликовало видео, де зафиксировано, как Петровский отчитывается тогдашнему замминистра МВД Сергею Чеботарю. Напомню, тот же Чеботарь фигурирує на видео, где обсуждает с сыном Авакова, Александром, закупку рюкзаков для АТО по завышенной цене. Усиленные меры безопасности ценой в сотни тысяч долларов. Нардеп Антон Геращенко пересел в бронированный микроавтобус после неудачного покушения на его жизнь. Сколько нужно выложить на такой тюнинг, и все ли сходится с декларацией в следующем сюжете. Пули непробиваемый, Volkswagen Multivan – удовольствие недешевое. По подсчетам специалистов, за тюнинг микроавтобуса придется выложить до 5 миллионов гривен. Происхождение бронемашины и средств на такое усиление мер безопасности советник главы МВД прокомментировал так. Я використовую ту технику, яку вважаю за потребным. У меня это в декларации. Но в декларации борца с коррупцией ни слова о бронированном Volkswagen. В графе «Транспортное средство» два Hyundai 2016 года выпуска и те записаны на тесте. Усилить меры безопасности Антон Геращенко решил после покушения на него в начале года. Тогда спецслужбам якобы удалось предотвратить аттентат и схватить киллеров на месте. По словам Геращенко, ниточки тянутся в Кремль. Следователи считают, что на 99,9% террористические акты убийства известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации. Но позже заявление своего советника в ведомстве министра внутренних дел опровергли. Антон Геращенко никакого доступа к материалам расследования не отримал. То есть это была его личная думка? Так точно. Месяц спустя также оперативно силовикам удалось спасти коллегу фронтовика по коалиции Алексея Гончаренко. Тогда похищенный оказался наживкой, а силовики успешно предотвратили якобы готовящиеся на него покушения. В обоих случаях киллеры были арестованы. Чего не скажешь о деле погибшего журналиста Павла Шеремета. Его смерть силовикам предотвратить не удалось. Убийцы на свободе, а расследование в тупике. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. Стена под ключ. В Госпогранслужбе заявили, возведение сооружения на украинско-российской границе в Харьковской области завершено. Работы продолжаются на других участках в Сумской и Луганской областях. Вот только денег на завершение стройки века нет. Как обстоят дела на границе, узнавала Светлана Шакера. Строительство знаменитой стены на территории Харьковской области завершено. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко. Теперь вся техника переместилась восточнее, на границу в Луганскую область, и севернее, в Сумскую. Ров, за ним вал, контрольно-следовая полоса и ракадная дорога. Так должен выглядеть европейский вал и на Сумском участке. Здесь в 2015-м успели вырыть 35 километров оборонительного рва. И на этом всё. Денег на дальнейшее строительство нет. То, что стройка продвигается очень медленно, признают и в Госпогранслужбе. В этом году из ожидаемых 200 миллионов получили лишь 30. Это меньше пятой части. Денег с каждым годом выделяют всё меньше. Да и те, что дают, не всегда идут по назначению. Общественники подсчитали, в 2015-м четверть выделенных средств попросту украли. На фиктивные фирмы было перечислено 69 миллионов гривен из 325, выделенных в 2015-м году. Бестоварная поставка. Просто заключаются документы, а работы фактически не выполняются, и материалы фактически не поставляются. Нардеп Елена Сотник лично инспектировала стену летом прошлого года. Потом изучила засекреченную проектно-сметную документацию, и у неё возникли вопросы. С просьбой провести проверку депутат обратилась в НАБУ. Поэтому я очень надеюсь, что там будут проведены належные аудиторские проверки, проверка экспертизы будильной документации и ответственности будильной документации тем подрядным договорам, тем ценам, которые там вказаны. Ответа от НАБУ пока нет. Эксперты же сомневаются в целесообразности столь дорогостоящей затеи. На Харьковском участке, оборудованном и сенсорным кабелем, и системой видеонаблюдения, стена стала преградой лишь для контрабандистов. Проект стена, он предназначен для того, чтобы взять под контроль порядок пересечения границы. Если же, допустим, пойдут танки БМП или БТР, то БТР и БМП вряд ли, а танки вполне возможно преодолеют это препятствие. Нет ли зияющих дыр в уже оборудованном Харьковском участке границы, волонтёры и депутаты отправятся проверять в ближайшие дни. Светлана Шекира, Ирина Романова, Богдан Вербицкий, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер. Тем временем в диссертации автора проекта «Стена» экс-премьера Арсения Юценюка нашли 70 страниц ворованного текста. Кандидат экономических наук выдал их за свои. То, что это плагиат, обнаружили уже давно, однако правоохранители на этот факт никак не реагировали. Народный депутат Сергей Каплин утверждает это преступление и написал заявление в Генеральную прокуратуру. Напомню диссертацию на тему «Организация системы банковского надзора и регулирования в Украине» Яценюк защитил в июне 2004-го. Мы подали законопрект 63-93, который бы регулировал вопросы работы, функционирования независимой агенции с качеством высшего света. Национальный агенция, в первую очередь, должен решить проблемы, связанные с плагиатом и так далее. На жаль, система не работает. За три года мы имеем конфликты. Эта влада знает только одно – краски. Краски и еще раз краски. Они крадут из бюджета, они крадут у Верховной Рады, они даже крадут чужие тексти, чтобы собрать орден, значок, диплом или документы, что они есть профессорами. Караты, тюрьмою за подобные вещи. Засветились фронтовики и в конкурсе на должность омбудсмена. Их представитель Людмила Денисова – один из претендентов на кресло Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Против политических назначений выступили активисты и провели возле парламента акцию протеста. Украинцам не нужен карманный омбудсмен, говорят правозащитники. Они выступают против политических квот и торгов вокруг избрания нового омбудсмена и требуют прозрачного конкурса. Как раз сегодня в профильном комитете Верховной Рады рассматривали три кандидатуры на должность. Кроме Денисовой, среди претендентов Сергея Алексеева от БПП и Андрей Мамалыга от радикальной партии Ляшко. Кроме Денисовой Рады А это означает, что самая суть посады омбудсмена, независимого спостерегача, который должен первым отставить позицию граждан, а не владу, будет полностью порушена. И еще один скандал в отчине Народного фронта. 3,5 миллиона рублей, 50 тысяч долларов и 45 тысяч гривен. Столько фальшивых денег и оборудования для их печати нашли в одной из колоний Запорожской области. И все это под присмотром администрации. Об этом заявили в Генпрокуратуре. Напомню, что пенитенциарная служба подчиняется Минюсту, который возглавляет фронтовик Павел Петренко и руководство колоний. Это его сфера ответственности. Все подробности скандала в материале наших корреспондентов. Ореховская исправительная колония. Здесь отбывает наказание тех, кто имеет не одну судимость. Отсюда особые меры безопасности. Здравствуйте. Здравствуйте. Как только узнают, зачем мы приехали, желание пообщаться у сотрудников колонии пропадает. Спустя час руководство колонии все же выходит к журналистам, подтверждают, проверка Генпрокуратуры была. Но вот то, что у них несколько лет делали фальшивые деньги, отрицают. Руководство колонии уверяет, у одного из заключенных нашли лишь две бумажки, похожие на долларовые банкноты, а также копировальную бумагу и какие-то пластиковые клише. Здесь прикроватная тумбочка. Именно здесь были изъяты вещи, похожие на приспособление. Отсюда они достали папку. Хозяин изъятых вещей общаться с журналистами отказался. Не удалось получить комментарии и в областной прокуратуре, дескать, тайна следствия. А вот в Минюсти на обвинение в адрес подчиненных отреагировали. Говорить о том, что там в камере, в которой было тем более 25 человек, какой-то профессиональный цех, который изготавливал какую-то похожую на подлинную купюру изделие, ну, откровенно говоря, для меня это звучит смешно. Впрочем, в ГПУ все же сообщили, что изъяли 50 тысяч долларов. Сумма немалая. Сколько могли напечатать за несколько лет работы, можно только догадываться. А значит, печатать их могли только с высокого разрешения из Киева. Напомню, о других скандалах с участием министра юстиции Павла Петренко накануне сообщил Национальный антикоррупционный портал. По сведениям журналистов, в июне 2015 года Петренко поспособствовал своему коллеге по фракции нардепу Сергею Пашинскому в рейдерском захвате Житомирской кондитерской фабрики. Якобы Минюст исключил предприятие из единого государственного реестра и назначил нового директора. Привлекла внимание журналистов портала и декларация чиновника. В мае этого года Петренко указал в документе почти полмиллиона долларов наличными и свыше одного миллиона зеленых на депозите в Асчетбанке. Оксана Богданова, Вячеслав Никифоров, телеканал Интер, Запорожская область. Конфликты на фоне успехов. Пока Дональд Трамп перебывает в своем первом зарубежном турне, в Штатах разгорелся скандал вокруг его финансовых реформ. Кому не понравился бюджет от Трампа, Дмитрий Анопченко расскажет об этом из Вашингтона. Одна из топ-тем сейчас. Бюджет страны 2018. Хилари Клинтон уже назвала его невообразимо жестоким. И действительно, команда Трампа предлагает стране затянуть пояса. Социальные программы хотят сократить на 3,5 триллиона долларов в течение 10 лет. Урезать медикейт, медицинскую помощь малоимущим. Отменить программы по борьбе с бедностью и бесплатные талоны на питание. Зато сразу на 10% Трамп увеличивает расходы на оборону и безопасность. Это то, что он обещал, баллотируясь в президенты, то, что поддержат республиканцы. Но вот демократы в Конгрессе намерены торпедировать эту реформу и уже готовят войну за бюджет. Отсутствие успехов на внутреннем фронте Трамп пытается наверстать победами международными. Около суток он пробыл на Апеннинах, встречался с итальянским президентом и премьером, а до этого с папой римским. После разговора с которым написал твит. Ну а далее в программе Брюссель. Ради главного события встречи руководители стран, входящих в НАТО. О чем будут говорить, понятно. Трамп жестко настаивает, чтобы члены Альянса увеличили расходы на безопасность. Америка больше не будет платить за всех. Но, как признался журналистам Генсек НАТО, готовится обсудить и минские соглашения. Альянс, по словам Столтенберга, обеспокоен тем, что они не выполняются. И на Донбассе по-прежнему ведется огонь. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Боевики с начала суток 16 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Потерь среди бойцов в СУ нет, сообщают в штабе ОТОМ. Наемники обстреляли и мирных жителей в поселке Новоалександровка, который находится в так называемой серой зоне. Неподалеку от нее, в Луганской области, побывали наши корреспонденты. Армейские позиции под Попасной. На горизонте оккупированный Стаханов. Земля вокруг изъедена воронками. Артиллерия боевиков накрывает эту территорию постоянно. Недавно у противника была ротация. Тогда вообще стреляли очень плотно. Вчера было запрошено тишину. Мы со своей стороны дотримаемся. Днями перед тем, конечно, противник застосовывал и минометы разных калибров и ствольную артиллерию. Успокоились, значит, обстреливают одиночными минами и реактивными гранатами. Они накрывают целой батареей. То есть даже несмотря на объявленный режим тишины, стрелять боевики не перестали. Два звуга и две имени прилетели. Ну, довольно так было. Трошки чутно. Неподалеку от этих позиций хутор Новоалександровка. Он находится в серой зоне и сегодня попал под огонь боевиков. Но проверить, если пострадавшая и нужна ли помощь, военные не могут. Не знаю. Она серая зона. Там живут мирные люди. Там нет наших войск. Час в час заходят их. И обстреливают из хутора позиции ВСУ. Наши бойцы в это время уходят в блиндажи. Если открыть ответный огонь, можно зацепить мирных жителей. Поэтому приходится терпеть. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Провести расследование фактов нарушения режима прекращения огня на Донбассе, а также допустить представителей миссии ОБСЕ на территорию Ордло, призвала украинская сторона в Минске. Таковы итоги заседания трехсторонней контактной группы, которая завершилась около часа назад. В ходе встречи Украина заявила, без полноценного режима тишины невозможно вести дальнейшую работу. Кроме того, выразила беспокоенность случаями насилия и запугивания сотрудников миссии ОБСЕ. В рамках работы под групп украинская сторона передала списки верификации лиц с обменного списка боевиков, которые могут быть помилованы. А также внесла предложение по выполнению минских соглашений. Производитель минеральных удобрений компания «Еврохим» российского олигарха Андрея Мельниченко поставляет свою продукцию на территорию так называемой ДНР. Как сообщили в информационном сопротивлении, поставка азотных удобрений из Краснодарского края на неподконтрольную территорию происходит через горловскую фирму посредника «Сфера Сервис». Таким образом, деятельность российской компании в Украине незаконна и должна быть прекращена. Напомню, в 2014 году Кабмин Еценюка спровоцировал кризис на украинском рынке химудобрений, предоставив, по сути, монополию россиянам. Основным поставщиком стал «Еврохим» и лишь несколько дней назад, 18 мая, Межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговые пошлины на импорт минудобрений в Украину. Посмотрите подробности, будут ли у нас выворачивать карманы и требовать ворох документов на границе Шенгенской зоны. Об этом и не только узнаете после короткого рекламного блока. Чиновник-сутенер, как львовскому госслужащему, удалось организовать работу борделя. Серьезного до критического уровень угрозы новых терактов в Великобритании повысили до максимального, к чему готовятся в королевстве. Не оборонкой единой. Во Львове задержали директора одного из военных предприятий, который организовал несколько борделей в городе и даже планировал открыть БДС-салон. Все подробности знает Галина Якушко. Директор оборонного госпредприятия «Львовский завод Лорд» организовал целую сеть борделей. Такое заявление сделали правоохранители. Олега Погребника и семь его подельников задержали накануне ночью. Публичные дома действовали в двух районах города. Сексуальные услуги предоставляли около полусотни девушек. Час их работы оценивали в 2000 гривен. Кроме того, по словам правоохранителей, Погребняк готовился еще и к открытию нового салона БДС-салона «Услуг». Он иногда для своих друзей заказывал на выезд девушек. Иногда я видела, как перед ним отчитывались сотрудники заведения. Местные активисты сообщают, гостями борделей были зарубежные туристы и богатые чиновники. Для мужчин из восточных стран даже организовывали секс-туры. В основном, турки. И, ну, скажем, как нам рассказывали девчата, их пословами использовались вип-клиенты украинцы. Это там чиновники, великие бизнесмены и так далее. Ну, то есть, я думаю, тем, кто, кому очень, знаете, кому простые забавы уже их не тревожит. Пообщаться с родными погребняка нам не удалось. Они избегают журналистов. Адвокат от комментариев тоже отказался. Написал только СМС-сообщение, в котором назвал дело заказным. Но о том, кто заказал его подзащитного, ни слова. Буквально вечером погребняк внес залог в 128 тысяч гривен и вышел из СИЗО. За сутенерство ему грозит до 10 лет тюрьмы. Елена Якушки, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. Уровень террористической угрозы в Великобритании повысили до максимального, критического. Впервые за 10 лет. Это значит, что в стране в любой момент может произойти новый теракт. Тем временем, количество раненых во время взрыва в Манчестере достигло 64. Погибли, напомню, 22 человека. Наш британский корреспондент Оксана Кундеренко расскажет все подробности. Манчестер помнит, Манчестер скорбит. Тысячи людей несут цветы и свечи в памяти о погибших во время теракта. Именно всех жертв уже известны, но потребуется несколько дней, чтобы огласить полный список. Водельцы этого кафе родители 8-летней Сафи, самой младшей из погибших. Сафи была прекрасной маленькой девочкой во всех смыслах. Ее тепло всегда будет в наших сердцах. Жизни отнял вот этот парень, 22-летний Салман Абеди. Рожденный в Манчестере, фанат Юнайтед, бывший студент. Работник пекарни, он был известен полицией. Недавно юноша навещал родных в Ливии и, возможно, побывал в Сирии. Атака в этот понедельник была серьезнее и сложнее, чем предыдущие. Мы полагаем, что подрывник действовал не один. Именно сообщников Абеди сейчас и ищут. В Манчестере и окрестностях проводят масштабные рейды. Арестовали уже четырех подозреваемых, один из которых старший брат Салмана. Место трагедии, Манчестер-арена. Вот то здание с зелеными окнами до сих пор остается в оцеплении, даже больше. Оцеплен весь квартал вокруг. Внутри до сих пор остаются улики. Там работают следователи, а снаружи дежурят полицейские. Тот, кто смастерил бомбу, до сих пор на свободе, в розыске. Уровень террористической угрозы в стране подняли до максимального уровня. В помощь полицейским направили армию. Это будут ключевые места столицы и больших городов. Букингемский дворец, Даунинг-стрит, здания парламента и посольств. 64 раненых, многие из них серьезно, до сих пор остаются в больницах. Страна в трауре. Отменена предвыборная кампания, концерты, публичные мероприятия. И даже смена почетного караула у Королевского дворца, где полиция сегодня задержала еще одного потенциального террориста с ножом. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Лео Месси виновен. Какой срок грозит знаменитому футболисту? И кто соперничает с Дональдом Трампом в рукопожатиях? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Дональд Трамп нашел себе соперника в рукопожатиях. Это президент Таджикистана Мамали Рахмон. Во время встречи в столице Саудовской Аравии главы государств долго и неистово жали друг другу руки. Рахмон правит Таджикистаном 23 года. Официально его должность называется основатель мира и национального единства. Верховный суд Испании оставил в силе приговор Леонелю Месси. Пятикратного обладателя титула лучшего футболиста мира приговорили к 21 месяцу тюрьмы. Месси и его отца Хорхе Арасио обвинили в уклонении от уплаты налогов в Испании в период с 2007 по 2009 год. А вот другой латиноамериканский футболист Давид Луис развлекает своих поклонников в Инстаграме. Посмотрите, какой трюк получился у игрока лондонского Челси. Выпрыгнув над бассейном, защитник ударил по мячу и все-таки попал в ворота на другой стороне лужайки. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра.